Так, ребята, всем привет! Что вы видите? То же самое, что и я. Улитка тянется к молоку. Вот их две тут. Одна загородила вход, а другая пытается ее обойти и дотянуться к молоку. Они же не могут очередь установить. Ребята, вечная проблема, как улиткам дать молоко. Вечная проблема. Потому что они его любят, но если мы их повытаскиваем из домика, дадим им какую-то тарелку, пейте, деточке, то это мы их повытаскиваем из домика. Хочется все-таки дать им прямо в домике молоко. Ну, ой, прикоснулась и ушла. Не стала. Но перед этим я видела какая-то пила. Я тут нахулиганила немножко. Дело в том, что приехала к нам молоковозка, бочка. И я забыла оставить улиткам. Я молоко купила, я его вскипятила, но я все сделала топленое, истопила его. И тут я подумала, ну, что делать? Давай я предложу топленое. По хулиганю. Да. Разбавила водой один к двум. Налила. Так вот, как я его налила? Налила в стакан. Зажала между... Ну, там, в ямку, в общем-то, получается. Они же ямки роют, норки. Вот они из норки вышли. Я взяла в нее, поставила стаканчик. И обычно... Знаете, что я читаю? Ну, спрашиваю у кого-нибудь, почему ты молоко не даешь? Они же любят. Ответ такой, да ну, грязно. Расплескают там, все это растащивают. Будет грязно в домике. Но они его любят. В молоке кальций. Белок. Много всего, много пользы. Кстати, совершенно непонятно. Вот течет капля по улитке. Она была в молоке, сейчас я делала. Если бы это было молоко, она была белая. Значит, это ее родная капля. И улитки выделяют иногда жидкость. Мы не раз это обсуждали уже. В группе особенно. Уже раза два на эту тему дискуссия разворачивалась. По поводу жидкости, которую выделяет улитка. То есть, смотрите, вот в их жидкостях нет мочевины. Есть мочевая кислота. То есть, это не то, что мы привыкли называть мочой. Но все равно какая-то жидкость есть. Вот. Ну, кто-то мне говорил, даже я помню кто, но не важно, что их жидкость присоединяется к их экскрементам. На самом деле нет. Они выделяют именно жидкость. Вот. И кого-то это беспокоит. То есть, есть такое мнение, что жидкость выделяется, когда с улиткой что-то плохо, что-то с ней не так. Вон капелька, видите. Не знаю, не уверена. Совсем нет. Кто-то что-то знает на эту тему, ребят? Делитесь, пожалуйста, рассказывайте. Так. А молочные истории продолжаются. Мы уже в другом улиткодомике. Я все-таки решила побольше водой разбавить. Раз уж есть у нас на памяти такое, что они хорошо пьют сильно разбавленное молоко, то и ладно. Здесь тоже радашка, видите, светленькая раковина. А у меня в этом году в основном такие. Ой, мамма миа. Смотрите, приподнимается вот эта вот штука. Кочка. И из-под нее вылезает улитка. Они только-только начали пробуждаться, просыпаться. Кто узнал, как я хочу застать их за тем, как они зарываются в почву. Ну вот сейчас мы видим, как она вылезает. Вот эти их упражнения. Я думаю, что это им очень полезно и даже необходимо. Именно вот эта вот процедура преодоления сопротивления грунта. Она их делает сильными. И мышечный аппарат укрепляется. Ого, вам не видно. Я вот вижу, как вот эта вся штука приподнимается. Кстати, клещики ползают, видите. Они здесь всегда, но иногда их бывает намного больше, иногда меньше. Замечательные гаврики. Не увидим, как она приподнимается. Просто не подкараулить. Момент. Ну, прямо вот видно было, что вся вот эта кочка приподнялась. Улитки достаточно сильные. Мускулатура у них мощная. Это нехорошая мошка. Нет, мошек мы не любим. Хотя, на самом деле, личинки мошек тоже еда для улиток. Чуть ли она нет. Вот самая решила не выбираться сейчас пока что. Может быть, я ей помешала. Не знаю. Знаете, наверное, они не одобрили именно топленое молоко. Мне кажется, она не пьет. Я даю обычно кипяченое. Просто кипяченое. Сырое ни разу не решилось. Наверное, хотят сырого. Но нет у меня своей коровы. Девчонки. Не пьет? Потому что когда они пили, они погрузились полностью. Вот вся голова была внутри. Под водой. Под молоком. Слушайте, мне кажется, что она его пытается оценить, потому что все-таки незнакомый продукт. Пленые я не давала ни разу. Но это аргумент в пользу того, что давать можно очень многое. И если улитки не одобрили, они есть не будут. Когда говорят, что улитки жрут все подряд, это немножечко некорректное заявление. Они могут съесть, например, бумагу, если им совсем не дают веточек, не дают никаких деревяшечек, и они не получают целлюлозу. Тогда им ничего не остается, как эту бумагу сожрать вместе с этим красителем и этим клеем. Потому что целлюлоза-то нужна, куда деваться. Кстати, надо попробовать. Если вот я предложу своим улиткам... Это я распрямилась. Сейчас, наверное, вам голос мой не так хорошо слышно. То я в наклонку встаю. Вот сейчас я опять в наклонку. Так вот, улитки-то мои деревяшки всякие грызут. Пьет молоко, да? И я думаю, что, может быть, бумага им не занравится. Давайте как-нибудь проверим когда-нибудь. Нет, они не будут есть. Я не дам им есть бумагу. Просто проверить, захотят они ее, попытаются или нет. Знаете что? Она не смогла, походу, вылезти вот тут. Зашла с другого края, где легче выбираться. Разве это плохо? По-моему, это то, что надо. Это нормальная жизнь улитки. В итоге-то они все равно все повылезают сюда и будут здесь. Ай! Извините. Пьет? Или так себе? Утром посмотрим, что останется. А там тоже кто-то выбирается. Просыпается, народится. Потихонечку. Забавно. Я их редко застаю за тем, как они вылезают. Прихожу, они уже бегают здесь. Утром прихожу, уже все пусто. А это такая смеюка. Видите? Вон оно, вон оно, вон оно. Мне, кстати, здесь вроде что-то прижилось. А, нет, это просто дрова. Я подумала, что это релья. Нет. Это уличная травка. Я одного не пойму. Как я собираюсь им давать сегодня огурец? Если молоко дают, а огурец, наверное, нельзя, да? Придется что-то другое предложить. Ну, ладно. Придумаем. Так, 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 так. Нет, не пропустим. Мы не пропустим это зрелище. Нет, нет, нет. Мы не пропустим это зрелище. Литочки. Как вы пьете молоко? Покажите нам, пожалуйста. Меня очень прикалывает, когда улитка вот так всю голову туда опускает. В молоко. И это немножко жутко, но в этом что-то есть. Правда. То есть все ее... Ну, вот у этой вот рожки мы видим, да? Ум, глазки. Еще пальцы глазные. Вот. А у этой мы даже и рожек не видим. Она вся под водой. С молоком. Видите? Это другая улитка. Это кто-то приползает из-под. Ой, ножки. Ой, я заблудилась. Где мы? Где мы с вами? Ладно, мы на это посмотрели. Тут ползет улитка. А это упало с крышки. Ну, как упало, она невысоко. Там она один сантиметр падала. Скорее, отделилась от крышки. Когда я крышку снимала. Вот так вот лежит сердце девушка. Ну, вот этот молочный водопой. На самом деле, это такое зрелище. Вот сидит там 4-5 улиток. Все опустили голову в молоко. И никакого движения вообще. И долго они так сидят. Вообще недвижно. И однажды маленькая улитка возвращалась. Ну, она ушла. Возвращалась. Спила. Снова уходила. Снова возвращалась. И уходила она, вы не поверите, качаясь. Просто качаясь. Может быть, она решила, что никогда больше... Я клещика пытаюсь снять. Никогда больше она не получит молока. И надо напиться на всю жизнь. Кто там шебуршит сном? Ребята, клещиков я полюбила. А вот этих самых... мокриц... Вот надо их завести. Да, они вроде тоже чистят. Но я не могу. Я мокрицу не люблю. Пойдем, может, еще есть. А если нет, то и все на этом. Так, вот это уже криминальчик. Это уже криминал. Что мы видим? Это пузырь там или улиточка? Вот это вот что? Можете понять? Я не могу. Пузырь? Воздушный. Смотрите, она забралась. Улитка. Как вам? Вы бы рискнули вот так вот поступить? Я уже этого навидалась, поэтому рискую. Но стеклянный стакан, ребят, не советую. Только подприсну. Ой. Мамочка. Вам понятно, как? То есть она забралась по самую шею, а вот то, что слева торчит, это как бы участок ее... Вот у нее крылья есть. Есть тельца, а есть такие как бы крылья по краям. И вот это участок ее крыла. Фалды такой, вот этот вот серенький. Торчит. В общем, молоком поить еще сложнее, чем водой. Непонятно, как это дело организовывать. Они так могут и утопить друг друга. Рискованно, конечно. Ну, ребят, обещаю вам, что я пронаблюдаю. Спать не лягу, пока не уберу отсюда эту паилку. Но уже кто не попил, тот не успел, тот опоздал. Все, ребят. Ну, в другой раз еще принесу. Ну, джа, мы с вами сомневались, будут ли они пить топленое молоко, да? Ну, ладненько. Я, наверное, еще это дело пофотографирую. Вот этот кошмарчик. А с вами я прощаюсь. Всем пока. Смотрите. Я подходила сейчас к... Ой, надо мне вот так ставить, чтобы на камеру не заползли клетчики. Подходила. Там сидела улитка в этом стаканчике. Прям вот в нем внутри. И пыталась выползти, и у нее не получалось. Я отошла ненадолго. Думаю, ладно. Если она там конкретно застряла, то я попытаюсь ей помочь. Ну, то есть, попытаюсь. Помогу, вытряхну ее. Прихожу. Нет там никакой улитки. А другая уже, Улька, сидит, пьет молоко. Уже ей не дотянуться, потому что уже все вылокали почти что. Понятненько? Так что, ребятки, молочные денечки настали. Ну, вот вам, пожалуйста, на следующий вечер. Ну, что я, конечно, не убрала. Оставила как есть. Вот. Утром сегодня я видела, что там на донышке. А сейчас вылизано до чиста. Понятно? И, наверное, улитка ждет. Слушайте, она так прочно там стоит, эта штука. Этот стаканчик. Ничего себе, как я его туда впиявила хорошо. Между корягой, там, на кушком коры. В общем, надо налить еще молока, и все. У меня есть еще. Не все выпила. Так что, вот так вот.